На заседании хозактива в городе Ляхович были озвучены основные показатели промышленных и сельскохозяйственных предприятий района за истекшее полугодие. Итоги работы за шесть месяцев 2013 года не могут не вызывать опасений. Результаты работы в области промышленности, сельского хозяйства и экспорта, главных направлений развития любого региона, снижаются с каждым месяцем. Проблемы, скопившиеся во всех социально-экономических сферах, требуют немедленного решения и активных действий со стороны местной власти. Невыполнение поручения президента по модернизации ферм, ухудшение качества продукции и ее реализации – это только некоторые из проблемных вопросов, озвученных в ходе заседания. В этом году я смотрю, что Ляховичский район по всем позициям начинает идти вниз. И по производству промышленной продукции есть проблемы, и по производству сельхозпродукции тоже самое. И самое главное, что вот те планы, которые мы намечаем по модернизации, по реконструкции молочно-товарных верб, без которых без технологий везде невозможно дальше получать продукцию, ну никакого серьезного поворота нет. И я вижу уже, что есть какая-то неуправляемость в коллективах и в целом районе. Поэтому я и принял только решение приехать, собрать весь актив и с ними поговорить откровенно. Плохое управление, отсутствие дисциплины и ненадлежащее выполнение должностных обязанностей – нарушения, которые в большей степени повлияли на возникновение подобной ситуации в Ляховичском районе. Глава области Константин Сумар подчеркнул, что порой именно такое безответственное отношение к делу со стороны местных руководителей приводит к подобным отрицательным показателям. В ходе заседания у представителей сельскохозяйственных и промышленных предприятий, силовых и иных ведомств была возможность высказать свои замечания и свои предложения по исправлению ситуации в регионе, так как именно люди, работающие там, постоянно должны проявлять инициативу и делать все возможное для выхода из создавшегося положения. Ляховицкий район имеет все возможности быть лучшим в области. Земли лучше, чем, например, в ближайших районах, которые окружаются. И он всегда был, лет 10 тому назад, да и некоторые годы он всегда был на виду, особенно в растневодстве. А сейчас я вижу, как я сказал, и там, и там, и там есть паралекции, поэтому и был такой сделанный разговор, и тем более жесткий разговор. Я думаю, что мы возьмем под контроль и по другому кадру должны заработать, иначе будем расставаться с этими людьми. До конца этого года местным властям и руководителям предприятий дан срок на исправление ситуации. Помочь ему в этом должен заместитель председателя Ляховического райисполкома, курирующий вопросы сельского хозяйства и продовольствия Олег Бурак, ранее работавший главным агрономом сельскохозяйственного кооператива Остромечево. Сделать это будет нелегко, но еще возможности есть, ведь ляховические земли плодородные, а люди трудолюбивые, поэтому при грамотном подходе руководства край сможет преодолеть кризисную ситуацию.